Как запустить на андроид эмулятор операционной системы DOS, чтобы поиграть в старенькие компьютерные игры? Ну для начала надо ясен пень поставить этот самый эмулятор. В Play Store их несколько, есть платные, есть бесплатные. Сначала мое внимание привлек бесплатный G-DOSBox, однако в описании я увидел как авторы рассыпаются в благодарностях авторам другого эмулятора E-DOSBox, поэтому решил ставить его. Устанавливаем E-DOSBox. Пробуем запустить, все заработало. Вводим команду для перехода на диск C. Да-да, лапками с клавиатуры вводим C двое точие и нажимаем Enter. Только так. Теперь выполняем команду dir, чтобы получить список файлов. Как мы видим, эмулятор смотрит на встроенную карту памяти. Что ж, создаем на ней директорию DOS, куда закидываем какую-нибудь старую досявую игрушку, ну например BattleBugs. Да кстати, для работы с файлами на компьютере я использую FarManager. Бояться его не нужно. Несмотря на неказистый внешний вид, хотя лично мне нравится, он очень удобный. Двухпанельные файловые менеджеры это вообще лучшее, что случилось с компьютерами за последние 30 лет, а вовсе не пидорские картинки. Переписав игры, возвращаемся в DOSBox. Переходим в директорию с игрой вот такой командой. Я знаю, что запускной файл игры называется bugs.exe. Вводим и нажимаем Enter. Игра запустилась, и я даже дошел до ввода секретного слова из бумажного описания к игре. Да, именно так раньше игры защищали от взлома. Во-первых, к играм в комплекте шли бумажные инструкции, представляете? И это было эффективно. Игру-то ты переписал, но инструкцию же не будешь ксерить. Вот игра и требовала ввести какое-нибудь слово или символ, напечатанный на одной из страниц такой инструкции. DOS игры в эмуляторе работают. Но то DOS. А Diablo нужен Windows. Давайте попробуем запустить в эмуляторе старенький Windows, скачав образ Windows 98 Lite. Кладем файл v98.img в корень встроенной флешки вашего девайса. Теперь его надо как-то запустить. Вот по этому пути E-DosBox хранит конфигурационный файл. Переходим в эту папку и делаем резервную копию этого самого файла. Теперь полностью меняем содержимое файла на вот это вот. Сохраняем, и перезапускаем DOSBox. Если вы все сделали правильно, то сразу после запуска DOSBox начнется загрузка Windows 98. Загрузившись, можно поностальгировать. В общем-то только поностальгировать и остается, для игр понадобится еще DirectX поставить, и дров целую кучу, да и ограничения эмулятора E-DosBox все равно не дадут поиграть с приемлемой скоростью. Так что побаловались, можно все стирать. Единственный эмулятор который сносно потянет и винду и игры, это DOSBox Turbo. Turbo означает что он примерно на 30% быстрее обычного. К сожалению он платный и его придется купить. Установили, запускаем. Вроде работает. Теперь нам надо прикрутить образ с Windows и образ с игрой, в данном случае с Diablo. Скачаем специальную быструю сборку Windows 95 и образ с первой Diablo. Перебрасываем это все в корень флешки девайса. В моем случае файлов получилось два. w95.img с образом Windows и d.img с образом Diablo. На этот раз мы не будем ковыряться в настроечном файле. Но как-то же нам надо все это запустить, поэтому создаем на компьютере текстовый файл w95.bat. Если кто не знает, batch это командный файл что-то типа скрипта. Пример такого файла выглядит вот так. Echo отключает отображение содержимого файла при запуске. Вторая строчка монтирует образ с Windows, здесь ничего менять не надо. А вот следующая строчка монтирует двухгигабайтный образ диска, указав правильную геометрию для двухгигового образа. Не вдаваясь в подробности, значения параметров геометрии для образов популярных объемов такие. Мой образ с Diablo называется d.img и занимает 1 гиг. Значит в третьей строчке я меняю название файла образа на d.img и прописываю значение геометрии для 1 гигового диска. Последняя строчка загружает Windows. Переписываем этот файл на флешку рядом с нашими образами. Заходим в DOSBOX Turbo. Его надо поднастроить. Чтобы попасть в меню, надо провести пальцем по экрану сверху вниз. В настройках включаем 3dfx и поддержку ISA PNP, а также выставляем значения процессора, ядра и циклов согласно тому, что нам советует автор сборки. Перезагружаем DOSBOX. Теперь пробуем запустить наш батник, набрав win95.bat. Агааа, это проверка на внимательность. Я не только неправильно написал название файла win95.bat вместо v95.bat, но еще и положил их не туда. Как говорит вот эта строчка, DOSBOX монтирует диск C не из корня флешки, а из поддиректории download. download. Что ж, перекидываем наши три файла в эту директорию и вновь пробуем набрать va95.bat. Образы монтируются и начинается загрузка Windows 95. В процессе может вылезти масса разных окошков, где нужно будет нажать ОК, либо выставить время, или даже вот такое окошко. Везде отвечайте по ситуации, пока Windows наконец не загрузится. Загрузилось. Выбираем мой компьютер, выбираем там диск D, куда мы подмонтировали Diablo, заходим в директорию с игрой. Поскольку в Microsoft в 95-ом пидорасы уже работали, они по какой-то причине решили скрывать расширение файлов. А у нас тут два с виду одинаковых файла Hellfire, только вот первый запускной, а второй иконка. Кликаем на первый. Запускается Diablo. Запустилось. Сейчас я попробую показать вам как идет игра. У меня старенький уже планшет на Tegra 3 с разрешением FullHD. Давайте посмотрим. со звуком да, есть небольшие лаги. Мне честно говоря лень разбираться. дима по металлу, все они прокидают диму, а тут не Sagittal D. nido. прежде чем сделали. SSJжжжж Ortb Quiroz иutsd жтжжжжжж Noah Cey bedroom,klamomomomomomimi.com, неравистикттка! то имейте в виду что я писал видео с помощью очень прожорливой программы для записи экрана Android, но быстродействие все равно сносное. Если же отключить записывалку, то игра идет вообще без каких-либо лагов. Если разобраться со звуком, можно играть. Есть еще какой-то менеджер, но я его даже не смотрел, лично мне руками проще, удобнее, понятнее, да и хоть какое-то развитие, а не сплошные пидорские картинки. Поэтому вы можете самостоятельно разобраться со звуком, менеджером, а также с виртуальным джойстиком для эмуляции. Все приведенные видео с ссылки и куски кода вы найдете в тексте инструкции на моем сайте по ссылке в описании. Удачи!